Вы слышите этот рёв? Да, это Dodge Challenger RT 1970 года. И именно эта легендарная машина станет одной из главных действующих лиц сегодняшнего обзора. Фильм 1971 года режиссёра Ричарда Сарафьяна «Исчезающая точка». Ленту можно рассматривать в любой перспективе, крутить как кубик Рубика, но как ни поверни, эта лента прошита крепкими кислотными нитями 70-х. В самом разгаре война во Вьетнаме. Никсон засучил рукава в попытке вытащить Америку из экономического кризиса, а хиппи поплелись из больших городов в пустыне и на окраины. Герой ленты с польской фамилией Ковальский явил собой символ свободы, но в чём заключается его свобода? В том, что он на безумной скорости летит над дорогой? Весьма непросто понять замысел ленты. Возможно, смысл глубокий и многослойный, а возможно, в ленте нет его и грамма. Что точно бросается в глаза, так это своеобразная реакция на спад жизни героя. Отчаяние. Чувствуется его изолированность от установленных правил. Например, на прошлых его работах. Он служил в армии США, воевал во Вьетнаме и получил медаль почёта. После войны он стал полицейским, но оказался свидетелем отвратительного нарушения прав и был изгнан из рядов полиции, потому что он отказался вливаться в ряды своих. Затем герой направил свою энергию на гоночные мотоциклы и автомобили, пока, в конце концов, не взялся за перегон автомобилей. Прибыльный бизнес. Наверное, в этом порыве он буквально на износ стал перегонять машины туда и обратно, пытаясь адреналином восполнить пустоту внутри себя. И в этой ленте мы становимся свидетелями этой заключительной и, наверное, бессмысленной гонки. На этот раз против всего мира. Это последний, заключительный акт неповиновения против жизни. И если не повиноваться, то с абсолютной свободой, которая в итоге и освободит от самой жизни. И вот с подобной идеей фильм справляется отлично. Исчезающая точка — это беспечный ездок, только на четырёх колёсах. За кажущейся простотой сюжета можно разглядеть массы причин и следствий, которые в виде своеобразных аллегорий заложенных в фильме. В фильме, который, скорее всего, является обманчиво простой сагой, где зритель разглядывает жизнь героя, в том числе в его воспоминаниях. Затем герой становится медиазвездой и заканчивают свою гонку где-то в захолустье, заканчивая жизнь на рогах двух бульдозеров. Персонажи, которые встречаются на пути водителя, по сути удручающие и не очень раскрыты. Заклинатель змей, байкер, религиозный культ, пара гомиков. Полицейские в картине, которые преследуют Ковальского, словно бездумные болванчики, созданные лишь для того, чтобы разлетаться с дороги в стиле дорожных комедий с Бертом Рейнольдсом. Но, уверяю вас, в реальной жизни это далеко не так. Ковальскому бы уже давно прострелили бы колеса и благополучно спрятали бы в одной из многочисленных тюрем. Так что, просьба, не повторяйте увиденное в фильме ради вашей же безопасности и не шутите с полицейскими. Чем действительно можно наслаждаться в этой картине? Это автомобили. Именно на этих мощных агрегатах сконцентрирована значительная часть фильма. Машина главного героя гребет раскаленный песок в пустыне. Камни обочин оставляют жирный резиновый след на сухом асфальте. Виды машины, дороги, виды с вертолета просто потрясающие. Полны драйва и соперничества на дороге. В начале ленты автомобиль героя просто великолепен. Белая окраска и сверкающий хром. Но по мере продвижения истории авто становится все более пыльным и мятым. Не знаю, специально или нет, но герою дали именно польскую фамилию. Поляки на протяжении всей их истории накопили в себе просто невероятный пласт уникальной славянской культуры, очень богатой и основанной на очень свободолюбивых людях, мудрившихся варьировать между такими громадными державами, как Россия и Германия. В киноленте довольно-таки интересен персонаж, слепой диджей на радиостанции. Он афроамериканец и в режиме нон-стоп следит за погоней, выдавая в радиоэфир слова поддержки для водителя. Еще раз об автомобильных трюках. Они классические, стремительные и опасные. В докомпьютерную эпоху Голливуд знал цену автомобильным каскадерам. И это были времена преемственности в этом деле. Именно тогда каскадер Боб приводил в профессию своего брата, каскадера Майка. Автомобиль Dodge Challenger RT 1970 года после этой ленты стал просто невероятно популярен. Кстати, и по сей день. Кинолента способна удержать далеко не всех. Автомобильные гонки, колорит американской глубинки, пустыня, непередаваемая атмосфера 70-х. Если все это для вас не пустой звук, а для кого-то может быть и стиль жизни, смело смотрите этот фильм. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!